всем привет blender 2 79 в этом ролике хотелось бы рассмотреть игровой движок и танк который я делал именно в blender хочу чтобы он тут участвовал в этом короче процессе погнали рассматривать что туда как познакомимся и посмотрим вообще что это за штука такая так заходим вот сюда вот где написан дефолтный режим вот этот ставим здесь game logic здесь ставим blender game и все вот это дело берем вот здесь за треугольник схлопываем вот это окно это окно вытягиваем сюда левой кнопкой мыши задерживаем вот это ребро и вот здесь есть треугольничек мы его тоже схлопываем а эту окошку вот сюда вот так подтягиваем здесь жмем glcl вот этот шейдинг здесь ставим в материалах материалы вот такая штука ну вот принципе все должно теперь работать что еще так давайте вот этот вот это все удалим вот камеру свет английская а все выбираем вот так вот или через shift правой кнопкой мыши здесь все правая кнопка мыши действует делить делить окей теперь файл пардон shift а добавляем давайте куб вот он у нас черный почему черный потому что нет источника света сейчас давайте shift а добавим лампу point и чуть-чуть и так вот выкинь вот уже что-то тут преобразилась можно пока переключиться на solid вот в такой режим и единица на нам паде с z и вот это дело выбрать куб с z и сплюснуть его вот так опять еще делать потонше с английская стайл увеличиваем все это дело и чуть-чуть кверху приподнимаем вот таким вот образом ну еще можно наверное с z еще немножко сплюстнуть потом чего сделать вот теперь все нормально так подгрузим сюда теперь давайте танк файл импорт опш танк у меня после за ремешера так находим с двумя стволами импорт shift колесико зажатое все это дело можно переносить передвигать единица на нам паде выравниваем также можно использовать клавишу g или вот мог вот этот так танк выравниваем выделяется здесь все повторюсь правой кнопкой мыши и вот нужно заставить теперь этот танк именно ездить стройка на нам паде как он стоит смотрим вот здесь теперь поможет на вот это вот окошко здесь в этих вот настройках мы выбираем здесь можно много что делать ну пока будем разбираться как сделать движение танка выбираем кейборд и вот здесь вот в этом окошке нужно сказать что вот кей стрелки вверх где нам пад есть вот эти стрелки вверх вниз влево вправо выбираем верхнюю она прописывается и теперь мы говорим вот в этой вкладке надо сказать что будет делать это клавиша выбираем здесь эмоцион и выбираем по оси так локация вот по этой оси выбираем 10 и соединяем это уставим движение по оси z смотрим нажимаем английская скей включаем материалы видно было вот все черное давайте теперь назначим этому всему делу материал выбираем танк находим то есть материал добавляем новый и поставим зеленый цвет вот таким образом выбираем источник света и поднимаем вот и уводим сюда шифт д копируем ставим еще один источник света и шифт д еще один также можно поставить солнце там или еще что-нибудь вот несколько источников света нижний верхний вот что-то в таком духе поставим потом будем настраивать все это дело ну и смотрим единица на нампаде тройка на нампаде shift зажатый зажатая колесико переносим жмем и и смотрим нажимаем стрелку вот англии движется вперед нажимаем с кей выходим из игры и теперь нужно добавить движение назад и развороты влево вправо опять же добавляем так выбираем танк это все дело можно свернуть вот таким вот образом выбираем теперь опять кейборд здесь ставим щелчок левой кнопкой мыши и стрелка вниз здесь опять же добавляем моцию и ставим теперь минус минус 10 по оси z вот так все это дело выставляем сворачиваем вот теперь танк и включаем и он может двигаться вперед и назад вот такая штука с кей выходим и добавляем теперь развороты опять же кейборд колесиком можно все здесь дело уменьшать и попробуем и только поворот влево поставить и опять же ставим моцию только вот здесь по игреку теперь по оси y пишем 5 разворот будет такой и соединяем смотрим как все это дело работает пи это все с кей боком поставлю чтобы видно было жмем пи и стрелочками вперед назад и вот он кружится с кей возвращается он назад и добраем теперь поворот вправо опять же добавляем кейборд здесь добавляем моцию здесь ставим теперь по игреку теперь на нампаде минус а потом 5 и enter так здесь ставим поворот вправо стрелочку и опять же левая кнопка мыши тянем все это дело связываем и можно все свернуть смотрим теперь пи так все здесь дело заработало вот так все это дело тут работает вот поворот вправо поворот влево и вот так все прикольно движется вот он едет дальше поля вот такая штука и это нехорошо нужно ему поставить теперь он сейчас стоит статик вот здесь вот физики у танка он статичен нужно ему поставить так ставим ему характер попробуем поставим характер мы попробуем терпи вот его приподняла с кей пусть пока потом настроим вот если пи нажать вы видите что его поднимает ну тем не менее не трясется а как-то работает так смотрим вот он движется вроде все нормально потом нужно будет опыт настроить чтобы он ниже сел и не испортилось ничего это вот здесь попробуем уменьшить чтобы его не затрусила так и и равно многовато ставим 10 и и все равно поднимает а лизин если коллизин поставить смотрим сейчас будет вообще казус наверно и о его трухать даже начала так отключаем а если так и уменьшить вот эту область пи так что он опустился как он себя ведет ну вроде нормально ну и вот труха и нехорошо это так попробуем вот это отключить коллизию и поставить пи вот теперь низко сел с кей нужно его немножко повыше попробует поднять пи нехорошо и степ чуть-чуть добавим и пи вот так он падает так компаунд отключим теперь он высоко сильно парадокс так ставим по нолям и поднятый из уменьшаем пи ну тем не менее вот он теперь ездит и падает за пределы именно вот этой плоскости так тут еще нужно спид макс скорость максимальная джамп форс попробуем уменьшить так это что получится пи бумс теперь спид скорость можно прибавить или уменьшить раз он тяжелый танк пусть он помедленнее ездить попробуем пи навернулся короче скей с танк можно немножко уменьшить ну и пробуем опять пи экспериментируем вот так он вносится тут все нормально в принципе пойдет упал так что еще можно сделать добавить теперь кубы файл импорт и вот эти как в дэнди игра была там кубики вот давайте эти кубики я сделал подгрузим так теперь их вот так вот переносим получается вот такие квадраты вот такая штука сверху будет он вот так вот выглядеть семерка на нампаде в принципе вот такая будет игра сверху как танчики и будет стрелять еще и здесь будут жетоны которые он будет собирать но это процессе потом будем рассматривать все что будет найдено так настроить нужно теперь куб правой кнопкой мыши выбираем его и добавляем ему коллизия так и добавляем ему именно так edit object вот эту здесь ставим при столкновении он должен исчезать или двигаться сдвигаться тут разные take two динамичным будет и так ну это обжиг исчезать так вот так ставим соединяем и английская и пробуем движение вперед все он исчез будем shift а все-таки добавить куб поднимаем его единица на нампаде sd уплотняем опять же и с английская вытягиваем теперь sd опять делаем чуть потоньше и опускаем вниз вот под этот пол так смотрим что то так английская и и вот теперь если танк будет у нас двигаться и упадет надо чтобы тур начинался заново sd так назначим теперь полу вот эти вот все приколюхи так нажимаем на пол правой кнопкой мыши выделяем его и ставим коллизия а здесь поставим сцена а здесь вот на сцене стоит рестарт начинать сначала все просто соединяем и смотрим теперь что будет происходить вот так боком поставлю и английская санг у нас едет не хочет ехать почему так и скей только ездил план чуть-чуть пониже опустить смотрим пи вот он поехал вот он падает и начинается тур заново вот такая штука смотрим и нажимаем и вот он едет собирает бац и тур начинается заново прикольно как можно делать тоже монетки там всякую фигню даже вот эти вот жетоны нот он должен еще допустим он собирает и нужно ему тут еще подставить чтобы он как на себя это все дело принял как в игрушке допустим он берет там вырастает в размерах там или еще что-нибудь или чахнет ну короче возможности валом дэнди это классика так погнали этому настроили это у нас настроили теперь можно shift а добавить именно камеру и поднастроить камеру где она будет ну допустим сверху так вот раз здесь можно н панель включить и поставить все по нолям по нолям и вот камера теперь у нас находится вот таким вот образом в таком положении вот она и пусть будет сверху теперь смотреть смотрим 0 на нампаде вот смотрит она на там надо чтобы она смотрела полностью на всю площадь эту можно настроить вот в этой функции вот здесь вот камеру пикселей допустим здесь прибавить чуть-чуть там или уменьшить а можно просто сделать ее больше так так н ноль на нампаде семерка на нампаде shift вот так все это дело вставляем и камеру с делаем ее чуть-чуть вот так побольше и поднимаем еще к верху смотрим 0 вот так теперь нужно ее поставить просто 500 так смоем 512 512 512 на 512 512 enter вот теперь она квадратная 0 на нампаде ну и можно чуть-чуть и rs уменьшить и припустить словом настроить вот так и еще немножко вниз вот таким вот образом 0 ну вот теперь игровое поле выделено жмем и и поехали бац падаем и возвращается новый тур начинается так ну на этом пока все следующий ролик еще будем новую сцену создавать какие-то тут доработки на чтоб танк стрелять начал нужно еще сделать заставку для начала игры и так далее короче тут много еще чего делать ну вот пока танк ездит пока все убирается падает перезагружается все всем пока до свидания